Традиционно в преддверии Нового года в учреждениях культуры округа кипит работа по созданию чудесной новогодней атмосферы, ведь конец декабря это время сказок. Каждый год в филиале на Большевицкой центрального дворца культуры созвездия для юных дмитровчан готовят новый новогодний спектакль. И в этом году он будет особенный, потому что в нем принимают участие лучшие студийцы театральной студии «Маска». Это молодые, энергичные ребята, которые освоили очень такой большой, сложный текст. Они, им есть чем порадовать вас. Также в спектакле принимает участие образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Задумка». Да, традиционно они танцуют, и это наша балетная группа. Мы все вместе делаем подарок нашим дмитровчанам. Очень радостная месть! У нас для вас сегодня веселая зарядка! Спектакль поставлен по мотивам пьесы Владимира Орлова «Золотой цыпленок». Яркий спектакль о силе родительской и прежде всего отцовской любви, о ее зарождении и чуде преображения того, кто любит и кто любим. Мы перенесли действия из лета в зиму. Мы немножко изменили канвул, но сохранили самое главное – это основную мысль. Что любовь важнее любви к деньгам. Любовь к ближнему, любовь к своему ребенку. Даже если это не к своему, просто к ребенку. Гораздо важнее личной выгоды. И здесь очень важные, простые истины звучат, что не всякая цель оправдывает всякое средство. Да, и это тоже очень-очень важно. Осторожно! Здравствуй, мамочка! Какая ты красивая! По ходу постановки у плутовки лисы появляется очередная идея – украсть у бабы с дедом то самое золотое яичко, чтобы высадить из него золотоносную курочку. И таким образом разбогатеть. Они идут за телосейки! Моя героиня, она горит желанием честно разбогатеть. И использует все возможные средства для этого. Поэтому она впутывает волка в эту историю, чтобы его руками совершить задуманное. Вот так. В первый раз, когда режиссер прочитал нам эту пьесу, она мне очень понравилась. Мне казалось, что я вообще с удовольствием сыграла лису, что это прям очень хороший персонаж, и его легко играть. Но на деле оказалось все намного труднее, потому что сильную жажду к деньгам, как это ни странно звучит, очень трудно сыграть. План рушится, когда вместо курочки на свет появляется петушок. Он принимает волка за своего папу и относится к нему со всей своей добротой и лаской. И сердце серого волка тает. Сказка очень добрая, она заканчивается хорошо. Здесь добро, конечно, побеждает зло. Но так и должно быть в сказке. А еще в конце у нас обязательно традиционное такой карнавальное шествие. Оно будет проходить прямо по залу вместе со всеми героями. И я думаю, это будет здорово. И всем нам будет интересно и весело. Юмор. Неожиданные повороты сюжета и яркие всеми любимые персонажи делают увлекательным новогодний спектакль «Снежная семейка» не только для детей, но и для взрослых. Показы сказки запланированы на 30 декабря, 2 и 6 января. Дорогие дмитровчане и гости города, приглашаю вас на нашу новогоднюю сказку. Приходите!